То, что пионерами комбайна строения являются придумавшие его американцы, секрета нет. Как и нет секрета в том, что первый советский комбайн был компиляцией американского. Тем не менее попытки создания механизма для уборки зерна предпринимались. Свой первый комбайн, точнее жнею молотилку, Бенджамин, привез в 1913 году именно в Киев на Всероссийскую торгово-промышленную выставку. Василенко, авторитетный инженер-подвижник, собрал группу единомышленников из 15 человек. Местом сборки был избран бывший завод Абраама Коопы в Запорожье, где до революции выпускали плуги и жадки. Основное из американской технологии, что применила группа Василенко, минус это прицепной принцип работы комбайна. То есть агрегат по полю на буксире передвигал трактор. На комбайне установили бензиновый двигатель Фортна Ти. Американская технология сборки завода ГАЗ. Ширина режущего механизма и матвила составляла 4,6 метра. Минимальная высота срезания 70 миллиметров. При емкости бункера 1,8 кубических метра. Многие детали кузова и бункера были из дерева. Оригинальные решения касались молотилки и транспортера. Причем многие новшества внедрялись сразу после практических испытаний. Потому почти все первые комбайны отличались друг от друга. Прицепной комбайн убирал более 2 гектаров в час. При этом он мог молотить и сортировать зерную солому. Кроме тракториста механизм обслуживали 3 человека. Для тех времен это был однозначный технологический прорыв. 18 сентября 1929 года на заводской двор торжественно выкатили комбайн Коммунар К-4-6. Первый из десятки доводимых до умов в цехах завода. Первый советский. Точка только в 1930 году запорожский завод Коммунар выпустил первые 347 отечественных комбайнов. Потом счет пошел на тысячи. Запорожские комбайны разъезжались по всей стране. От Сибири и Уралы до Северного Кавказа и Крыма. Затем пришла пора модернизации. В 1931 году в Саратове был построен завод комбайна строения Саркомбайн. Который выпускал запорожские коммунары под маркой СЗК. Параллельно, уже на Ростсельмаше стал выпускаться прицепной комбайн Сталинец. А в 1947 году после синтезирования и усовершенствования коммунары Сталинца был выпущен Сталинец-4-1 серийный советский самоходный комбайн. Субтитры создавал DimaTorzok